Здарова народ, с вами Гобс. И знаете, тут я открыл одну мангу, которую давно хотел почитать. И после того, как ее прочитал, поймал себя на очень специфичной мысли. Меня не покидает ощущение, что почти любое произведение, которое я читаю, японского происхождения, китайского происхождения, корейского, да даже нашего, в какой-то момент становится странным. А зачастую таким, что даже читать невозможно. Но при этом ты все равно продолжаешь читать. Так что поговорим, почему же все становится со временем хуже. Ну и давайте начнем, пожалуй, с самого главного. Творческое выгорание. Это основная причина того, что какое-то произведение становится поганым. Происходит это, как правило, когда ты занимаешься одним и тем же делом, постоянно превышая свои возможности. То есть вы можете посмотреть, как кранчат некоторые мангаки, как кранчат какие-нибудь писатели сейчас, ради того, чтобы тупо получить прибыль. Бывает обратная ситуация, когда вроде бы хорошее произведение, вроде интересно начинается, и оно резко заканчивается. И заканчивается оно резко не всегда потому, что манга провалилась. А иногда потому, что в этом не было необходимости. Ты прорекламировал книгу, и все, точно так же происходит с аниме. Ну или фильмами. Они прорекламировали книгу. Их основная задача выполнена, ну в какой-то степени. В случае с современными фильмами, тут скорее наоборот, это фильмы рекламируют книги, комиксы. А в Азии это происходит, ну, немножко иначе. Вообще, если вы хоть раз пробовали писать, да даже не писать, а просто думать о чем-то, что-то придумывать, о чем-то фантазировать, наверняка, дофантазировав до определенного момента, как правило, это происходит где-то на середине, вы начинаете ловить себя на мысли, что происходит какая-то хрень. И что вы реально сделали какую-то хрень. И это чувство тебя не покидает. Ты возвращаешься к той точке, которая тебе не казалась хренью, и пытаешься ее переделать. И скорее всего, ты столкнулся с той же самой проблемой. А все, история не идет, хоть убейся. Фантазия идет туда, куда лучше не идти. Ну или на худой конец, то, что тебе лично не очень нравится. И вот иногда, когда вот это чувство у тебя присутствует, надо все-таки остановиться. Но нет. Опять же, примеры тут будут только манги, ренабе и все с этим связанное. Почему? Потому что это одна из тематик канала, которую я вообще не использую, но не суть. Когда я читаю какой-нибудь ренабе, как правило, я начинаю ее читать после того, как осознаю одну страшную вещь, что продолжения аниме, скорее всего, не будет, в какой-то момент я сталкиваюсь с той же самой проблемой. Автор перетягивает одеяло на главного героя, и как правило, перетягивает не очень хорошо. То есть, и ты понимаешь, что где-то к пятой, к шестой книге он выгорает, а тому в 32 или 40. Не всегда, не всегда это происходит, иногда бывают хорошие выстрелы. В той же махорке есть просто замечательное ответвление, посвященное не главному герою, и оно мне очень нравится. Но вот основной сюжет меня просто иногда убивает. Я не буду вдаваться в подробности, но скажу так. Главный герой там не персонаж, а функция. Причем со временем он становится все хуже и хуже и хуже. Такое чувство, что читаю не очень удачный фанфик. И последнее время я такое стал очень часто замечать. Не только в японских произведениях, но и в наших. Персонажи, функции, совершенно плохо прописанные, совершенно не приспособленные к реальной жизни, действующие совершенно тупо, даже если по-другому можно было сделать. И самое главное, у них все всегда получается. Даже когда автор пытается нагнать какой-то чернухе, все равно у них все получится. Даже если он убьет какого-нибудь косвенного персонажа, ты, как правило, к нему не очень привязываешься. Тем не менее, это дико раздражает. И вот это вот творческое выгорание чувствуется во всем. Одно дело, когда ты с самого начала просто хочешь заработать денег. И совсем другое, когда ты любишь свое произведение, начинаешь его развивать, и когда ты приходишь к твоему менеджеру и говоришь, «Слушай, я вот тут уже концовку все развязал». И тебе такие говорят, «Нет, чувак, сейчас ты берешь, переписываешь все, и мы продолжаем еще минимум на 100 глав». Это можно заметить, к примеру, по Dragon Ball. Иногда же авторы сами по себе не могут тупо остановиться, и выглядит это убого. К примеру, в DXD в какие-то моменты мне просто стыдно его читать. Я читаю уже больше по наитию. Мне действительно интересно, чем это закончится. Но проблема в том, что реально некоторые сюжетные повороты ставят не просто в тупик, а ты постоянно просто бьешься башкой об стол, потому что, ну, не может быть так все. Ну, это тупо. Но оно есть. И бывают обратные вещи. Когда человек уже навострился, хочет сделать хорошее произведение, там, мангу, ренобе, книгу или еще что-то. А оно взяло и не взлетело. И ты быстро скомкиваешь концовку. Оно портит полное ощущение. Ну, ты хотел это прочитать, ты хотел это написать, но получилось вот так вот. С одной стороны, вроде понимаешь, что коммерческий успех – вещь важная. С другой стороны, как-то противно, что ли. Что от этого зависит слишком многое. Многие хорошие фильмы мы не получили именно из-за того, что первая часть провалилась. Или кто-то посчитал это просто невыгодным. И это удручает. В принципе, это общая проблема всех произведений современных. И честно говоря, ловлю себя на очень специфичной мысли. Такое ощущение, что авторы разучились писать. Нет, ну серьезно. Раньше писали тупые произведения, но ты их смотришь, и они кажутся более-менее логичными. Я, к примеру, не так давно пересмотрел приквелы «Звездных войн». И знаете, они меня поразили куда больше, чем раньше. В хорошем смысле этого слова. Может, просто я их давно не смотрел. Но я о них стал куда более лучшего мнения, чем оно мне запомнилось. Решил посмотреть какой-нибудь тупой боевичок 90-х годов. И он тоже мне понравился. Целые экипы фильмов с Джеки Чаном. Ну, там, давайте честно, там Джеки Чан. Это сравнивать нельзя. Ну вот, недавно опять же пересмотрел «Скайленд». Ведь неплохое произведение. Да, скомканное. Да, видно, что там средний возраст аудитории должен быть где-то в районе 11-14 лет. Может быть, 9-14. Тут я не уверен. Но от этого более-менее цельной истории оно не перестает быть. А современные произведения прям чуются об рубки. По крайней мере, на Западе. Постоянно рваные сюжеты, наборы клипов. Вон, не так давно посмотрел произведение одного блогера, может, кто-нибудь знает его, Чак Ревью. И скажу так. Сказать, что это очень плохой набор скетчей, это ничего не сказать. То есть, от того, что ты критикуешь чужое произведение, видимо, лучше-то это сделать не сможешь. По крайней мере, со стороны выглядело именно так. Я не говорю, что не надо стараться, ему не надо делать, а просто это как-то... Блин, это просто плохо. Буквально, причем там много за что можно было зацепиться. И вот проблема в том, что современные сценаристы все такие. Как блогер. Они делают клиповую подачу, непонятную, разорванную, не связанную никаким образом. Единственное, что их спасает, это визуал. Ребята из визуальных эффектов, вам просто низкий поклон. Ребята из звукового цеха, вам тоже низкий поклон. Ну, почти всегда. Бывает иногда косятича, но... Бывает иногда косячите. Тите, блядь. Косячите, сука. Короче, звукари. Мы все косячим, но, как правило, в большинстве фильмов все нормально. И получается, что, по сути, ребята с постпродакшена, ребята-каскадеры, съемочная группа, актеры, конечно же. Ну, тут не всегда, но... Это люди, которые вытягивают современный Голливуд. Как я с манги перепоскочил на Голливуд. Но не суть. И вот, вроде бы, вроде бы, сейчас столько всего можно сделать, но, по сути, мы скатились к тому, что сценариев нет. А то, что есть, лучше бы не было. И, возвращаясь, опять же, к японским произведениям, потому что там есть несколько ярких примеров, еще одной ситуации, которая, мягко говоря, ставит очень неприятный ступор. А именно, смерть авторов. Я думаю, ни для кого не будет секретом, что создатель Берсерка умер, не дописав Берсерка. А перед этим он 10 лет сидел и тупо играл в World of Warcraft. По крайней мере, так говорят. В итоге, он не дожил до конца своего произведения. Хотя, вроде бы, сейчас сделали какие-то там главы уже после его смерти. Но, честно говоря, не знаю, насколько это все будет похоже на то, что он задумывал. То есть, именно поэтому я считаю, что сюжеты все-таки лучше цельно писать, а не кусками. Есть еще один пример. Создатель Ренобе по Харуке Судзуми. Ну, Меланхолия Харуке Судзуми. Меланхолия, Меланхолия, бог господи, я это даже выговорить не могу. Меланхолия Харуке Судзуми. Он же тоже умер. И получается, что произведение, опять же, не закончено. И самое страшное, что, скорее всего, вот эти вот все Ренобе, которые впоследствии стали мангами и аниме, будут незаконченными. В огромном количестве. Был бум в середине двухтысячных, заканчивая где-то серединой десятых, на большое количество новых произведений. И сейчас они пишутся. Но смотрите, в чем ситуация. Сейчас этим ребятам уже где-то за сорокет. Со здоровьем у них все плохо. Значит, есть вероятность, что они сейчас все будут массово просто подыхать. Вот. Плюс же есть еще информация о том, что Тайто Куба, создатель Блича, подумывает сделать продолжение Бличу. Что я считаю не очень хорошей идеей, именно по этой причине. Он не молодеет, а учитывая тот факт, что он может впасть в апатию, и там, пролюбиться достаточно сильно, по времени, скорее всего, мы и это произведение не увидим. Полностью завершенным, по крайней мере. И возникает вот какой неблагоприятный вывод. Коммерческие произведения, которые мы любим, которые мы читаем, которые мы смотрим, могут оказаться незаконченными, могут неправильно закончиться, могут быть нечитабельными, несмотребельными, или неправильно понятыми, банально. Потому что что? Правильно. Автору не дали раскрыть тему. Или же автор умер. Или же автору сказали продолжать писать. Или же решили отстраниться от автора окончательно, сделав свой фильм, по своим идеям. Или аниме, или мангу, или книгу, или любое другое произведение, вставьте свое название, или игру, в конце концов. И что же получается, как неприятный итог? Очень много авторов, которые банально не умеют писать. Да, они могут придумать какой-то хороший мир, но они не могут придумать нормального главного героя. При этом окружающие персонажи, стереотипы, да, но они похожи на живых. Или же вы вообще не умеете писать, такое тоже бывает. Но тем не менее, вы почему-то пишете. Идеи, которые людям не нравятся или навязываются каким-то образом, хотя в принципе кинематограф это пропаганда сама по себе, так же как и все искусство в той или иной степени, но это уже другой вопрос. Получается, что мы получим хреновую тучу обрубков, буквально, очень большое количество обрубков вместо цельных произведений. И это засилие не закончится, ну по крайней мере ближайшее время точно. Что же делать? Расслабиться. Потому что, по сути, единственное, чем мы можем убить коммерцию, это не платить за то, что они производят. А единственный способ, чтобы произведения были цельными, надо выискивать авторов, которые умеют писать, которым нравится. Парадокс, блин, половина из этих людей вообще пишут в стол. Люди банально боятся показать свои произведения. И это на самом деле очень сильно удручает. К примеру, у меня есть друг, который очень, очень любит что-то придумывать, что-то делать, что-то писать. Но он никогда это не показывает. А когда показывает, ну, скажем так, иногда просто не хочется его обижать лишний раз. И самое главное, ты понимаешь, что что-то не так в произведении. Тебе что-то не нравится. Но ты не можешь ему объяснить. Поэтому я предпочитаю в этом плане молчать. Потому что я не могу сформулировать, что не так-то. Вот. Есть другой знакомый, который хорошо пишет, профессионально. Но он всегда пишет в стол, блин. Вот всю жизнь. И вынудить его написать хоть что-то для редакции, это целая эпопея. В итоге ничего и не получилось. А дядя, между прочим, уже взрослый. Ну, а касательно бездарных сценаристов в Голливуде, и, кстати говоря, не очень талантливых у нас. Да, ребята, я не понимаю, за что у нас получают некоторые сценаристы деньги. Я очень надеюсь, что люди творчества, которые не заполнены определенными идеями и одной и той же повесткой, может быть, вылезут. Особенно в ближайшее время. По крайней мере, у нас. За рубежом... Ну... Возможно, вылезут. В Америке уже достала всех повестка, и я думаю, сейчас что-то другое вылезет. На худой конец станут экранизировать хорошие произведения, может быть, даже их не засрут. Ну, а во всей Азии... Да, произведений у них много, но, как правило, они почти все незаконченные. И это... Печально. А на сегодня это все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok